Привидище! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием Дух Острова. Здесь мы будем заниматься всем, чем только возможно. Я уже немножечко поиграл, въехал в тему, знаю, чего кого. Сейчас мы на изи просто пройдем с тобой эту игруху. Но сперва у меня будет Смуфик. Это будет мальчик по имени Смурф. Просто Смурф. Название участка на Чиле. Название города, где этот участок находится. Чилл Сити. Вот такой вот город. А название региона, где находится Чилл Сити, в котором находится участок на Чиле. Чилл Лау Регион. Вот так вот. Отлично. Прически тут какие-то отстойные, всякие бабушкины. Короче, лысенький он у нас будет. Глазики, глазики и улыбочки. Дальше выбираем, какое у меня было детство. Вот, например, всеобщие любимецы. С детства вы обожали общаться с людьми, и это было взаимно. Вы участвовали во всех авантюрах своих друзей, и это сформировало ваш характер. И это как-то отразится на моих, знаешь, способностях. Поэтому я, наверное, выберу любитель природы, гурман. Да, пусть будет всеобщий любимица. Режим сложности легкий. Так неинтересно играть. Выбираем сложность обычную. Все, стартуем. Погнали. И заставочка пошло. Вы так быстро выросли. Каждому человеку нужен дом, и у вас скоро будет свой. Ваши родители растили вас с любовью. Они вас дождутся, и однажды вы обязательно встретитесь снова. Но сейчас им пора отдохнуть от вас, а вам отправиться в путешествие. Вам предстоит многое увидеть. И многое узнать. Дух острова. Какое-то такое, знаешь, наставническое начало. Типа, иди к мечте. Итак, я. Я, значит, опять потерпел кораблекрушение. Почему каждая игра, когда я начинаю про остров, я терплю кораблекрушение? Вообще не понимаю. Что за бедствия-то у меня такие? Значит, смурфик наш прибыл. Разбитый мой корабль, на котором я приплыл. Эх, лодки, конец. Что мы здесь можем делать? Кокосы собирай, давай, тряси дерево. Смотри, какие опупительные стрелочки. Прям для дебилоида показывают. Иди туда. Здесь есть пчелы, к ним не советую подходить, иначе мне будет очень плохо. Ну, давай подойдем, Влада. Все, я траванулся, мне будет плохо, капец. Как? Я буду блевать, я буду, блядь. Вон там еще лягухи пойдем потрогаем, и я сейчас скачегрыжусь тут. Знаешь, что цветных лягух лучше не трогать, потому что они очень ядовитые. Ну, конечно, не все, но есть, которые ярко такие цветастые, вот они ядовитые. Если ты их потрогаешь, то на их коже скапливается яд, он впитывается в кожу, и ты можешь очень сильно травиться. Поэтому никогда не трогай цветастых ярких лягух. Особенно где-нибудь в тропиках. На Чили! Частная собственность, владелец смурф. Ну, то есть я, наверное. А меня до сих пор колбасит от того, что покусали пчелу. У меня, видимо, очень адская аллергия на пчелок. Шипики, шипики. Вон там я вижу дом. Пойдем, пойдем. Вот, вот. Кажется, я на месте. Ну и беспорядок. Но дом вроде бы не разваливается. Интересно, почему родители так хотели отправить меня сюда? Итак, дом найден. Теперь я буду жить здесь. Дальше надо найти старейшину. Что ж, нам нужно подобрать все вот эти инструменты, которые кто-то раскидал. Какой-то неряха. Возможно, до меня тут жил другой смурф, который все это сделал. Негодник. Пойдем в дом. Открытая новая область. Разбитый телек, ушатанная мебель, пыльная кровать. Возможно, там есть клопы, которые будут впиваться в мою жопку, и я буду чесаться. Все, что я тут могу сделать, это поспать на этой кроватке. Я вышел на улицу, которая называется Ночили. Это мой дворик. Где там кирочка у меня? Давай откроем инвентарь. Вот эту кирочку я назначаю на четверочку. И лупим по камням. Нам нужно добыть 15 камней. Хорошо, что у меня тут все рядышком. Ну, для начала нам нужно расчистить вообще область нашего особняка. Вот у нас камни есть. Поэтому берем топорик и начинаем дубать вот эту вот древесину. Перегораживает путь. Значит, вот эти колючки, они колятся. Видишь, урон наносит. Ой, я сейчас сдохну, если еще раз колюсь. Надо пожрать. Схаваем яблоко. Ну, вроде пойдет. Короче, их можно снести топориком. Топорик здесь вообще как лом работает. Он может рушить все. Разбирать все, рушить все. Видишь, топориком. Но у нас есть мачете. Вот так вот оно рубит такие растения. Очень шустро, очень быстро. С растениями мы получаем жир и куча какой-то зеленой ботвы, которые нам потом понадобятся, чтобы сделать клей. Копаем землю. Нам нужно грядочку сделать. Опа, поехали. Для того, чтобы сделать грядку, нужна земля. Логично? Логично. Кстати, странно, червячков нет. В прошлый раз... А, вон червячки выпадают. Да, есть червячки, есть такие. Выбираю грядочки. Вот это трава. Грядка, вот. И делаю грядочку вот здесь. Пока что это все временно, я потом все перенесу. Вот как она выглядит. Ее, конечно же, нужно залить, потому что она сухая. В прошлый раз, когда я ее залил, сразу же пошел дождь. Я такой, да ем, ну шо вы? Поэтому сейчас я поливать грядку не буду, а буду делать клей. Вот такая вот клейка ленты. По заданию нам нужно 5 штук. Недостаточно. Недостаточно у нас чего-то-то там. О, и дождь пошел. Смотри. Я как знал, что грядку не надо поливать. Она же сейчас намокнет, да? Ну и вот, видишь, прям хорошо, что я не стал этого делать. Вот эта штука, что это у нас такое? Семя брокколи. Ух ты, семена. Чтобы сажать растения, нужны семена. Так, а я что подобрал? Я что, не семена брокколи подобрал? Сейчас, минуту. О, семя салата есть. Семя пшениц. Салат давай тогда посадим. И садим их. Нужны семена 6 штук. А вот 2 я не посажу, да? Капец, что за отстой? Тут уже самые внимательные заметили, что есть сундук. Но открыть я его не могу, потому что нет ключа. Запустил процесс изготовления оставшейся ленты. И пойдем искать семена. Рубим, короче, всю эту траву. Семя картошки. А картошка-то откуда? Я просто какую-то траву срезаю. У меня там картошка появляется. 4 картошины выкопал. Но мне-то нужен салат. Я каких только семян уже не набрал. Ядрить, колотить. Но только не семена салата. Так, у нас уже, короче, вечереет. Я сейчас скидываю оставшиеся семена, которые тут набрал. Морковка, капуста. И идем забирать вот эту клейку-ленту. И нам нужно сделать здесь древесину. Сколько у нас там? 5 древесиночек. Прикол весь в том, что древесиночки у нас делаются по 2 штуки. Что меня бесит? Почему я не могу сделать 5, а именно 6? Либо 4, либо 2. Одну не могу сделать. Какая-то подстава. Ладно, деревяшечки делаются, короче. Мне надо сейчас с тобой пожрать. Ну, я могу и один пожрать, как бы, без тебя. Вот, я поел. Конечно же, мне нужно попить. Попьем мы с кокоса, который мы достали. Пьем кокос. И, наверное, через часа 3 надо бы пойти поспать. Навык улучшен. Забирательство. Это я, короче, искал семена. Вот так вот резал кусты. О, семя салата. Ништяк. Дайте мне еще 2 семя салата. И все, мне этого будет достаточно. Наконец-то. Наконец-то это свершилось. Я нашел семена салата. Сколько мне нужно. Я тут все повырубал нафиг. Сейчас этот кустик куда-то утащим. Берем, значит, наше семечко и сажаем его сюда. Вот. Вот моя первая грядочка с салатом. Отлично. Забираем деревяшечки 5 штук. И все у нас есть. Теперь мне нужно построить горн. Сейчас мы быстренько это реализуем. Горн. Вот так вот он выглядит. Горн нужен для того, чтобы там плавить руду. Вот. Горн у нас имеется. Теперь он вон там. Фонарик, доставайся. Тут люто, ночью страшно. Вообще без фонарика обосышься капец. Посетить город Чили-Сити и поговорить со старейшиной. Окей. А это мы сделаем с тобой с утра. Пойдем подрыхнем. Дом. Милый дом. Проснуться. Ей, я бодрячком. Можно, конечно, позавтракать еще. Сейчас у нас 6 утра. Между прочим, все, что у меня в инвентаре, имеет срок годности. Например, кокос, смотри. Он может испортиться через 3 дня. Если я, короче, его не захомячу. И тут все портится. Вот вода в бутылке 59 имеет. Дней до порчи. Она самая у нас продвинутая. Че он по салатику? Он урастет. 33% его нужно полить. Леечка. Давай польем. Вот. Задание выполнено. Отлично. Периодически буду бегать сюда и поливать. Ну что, отправляемся теперь в город. Погнали. Беру, значит, свою мачетку. И пошли. Пошли, пошли. А, карту надо посмотреть. Значит, вот я сейчас на Чили. Вот этот остров, это мой. Нам нужно идти вот сюда. Где вот эти вот всякие непонятные чувачки живут. Надо с ними поболтать. Летс гоу. Путешествуем с тобой. У нас сейчас идет первый год. Весна. И в кармане у меня 50 долларов. Все зашибись. Все, все на Чили, как мы любим. Опа. Опа, а что происходит? Осторожно. Тут гвоздь валяется. Я мост чиню. Не знаю, что с ним случилось. В смысле ты не знаешь, что с ним случилось? А почему ты его чинишь тогда? Может так надо было? Извини, что к тебе спиной стою. Если я эту штуку отпущу, то у нас будет вообще больший неприятностей. Ну понятно. Вот че. Принеси мне стройматериалов. Так я быстрее работу закончу. Сможешь? А потом поболтаем. Не, извини мне сейчас. Не до этого. Я как бы остров хочу исследовать. Слушай, мы оба хотим попасть в город. А попасть в него можно только по этому мосту. Да я как бы... Ну да, но мне как бы лень собирать. Все дела. Я ленивая жопа. Я ж на Чили. И минус два репутации у меня с этим чуваком. Он меня ненавидит дико. А че ты, кстати, отпустил эту штуку? Она же сейчас обрушится. Прикинь. Короче. Че, давай еще раз поболтаем. Ну как, есть материалы. Да, вот они, могу сказать. Еще нет, но я над этим работаю. Хорошо, я здесь подожду. А ты мне поскорее все принеси. Спасибо. Да в смысле? Слышь, иди сам собери. Это ты мост чинишь. А не я. Я вообще на Чили сюда отдыхать приехал. Капец, началось тут. Пойди туда, собери это, принеси вот это. Короче, нужно деревянных досок 15 штук. Ты обалдел. Я что на своем горбу это все понесу? Я же сдохну. Потом 10 камней. Ты совсем с дубу рухнул. 10 камней. Как я тебе их принесу? В карманах, что ли? Как ты представляешь? Это груда камней. Жесть. Что же здесь за люди-то живут вообще? Ладно, давай вот эти камни поломаем. Кстати, тут есть еще динамит. Можно повзрывать эти все камни к чертям. И может там что-то будет под ними. Ну и как бы так быстрее собирается. Так, камушки есть. Железная руда, камень. 11 камней. А мне 10 нужно было. Деревянная доска. Блин, это мне нужно лес порубить немножечко. Ладно, давай порубим. Сперва, конечно же, надо потрясти дерево. Мало ли, вдруг там что есть. Нет, вроде ничего нету. Можно вообще дерево перенести. Вот мне нравится здесь переносить. Просто что-то тебе не нравится. Что-то тебе мешается. Взял и перенес. Вообще красота. Срубили дерево. Взяли 7 бревен. У меня там сколько досок было? А, я эти доски потратил на горн. Все понятно. Ладно, рубим. А, подожди, потрясти дерево. Потряси обязательно. Мне там... О, яблоко. Хорошо, что я его потрес. Давай его сюда. Перетахим. Лобись, деревяшка. А мне еще нужна веревочка. 4 штуки веревок. Ух. 7 бревен. Так, дом у меня внизу. Там, наверное, надо грядочку полить. О, тихо. Вот сюда не подходи. Сюда не подходи. Что там у меня по грядке? 33% до сих пор. Ну ладно. Ну ладно. Делаем, значит, ему деревянные доски. 15 штук нам нужно. Я могу сделать? 16 могу сделать. 15 не могу. Только 16 могу. Значит, нужно что-нибудь выкинуть. Например, червячичечка. Вот здесь, возле огорода. Возле земли его выкину. Бросить червяка. Я киданул червяка через плечо. Горн. Я же тебе не показывал. Я в горн займу. Вот, значит. У меня там есть железная руда какая-то. Да. У меня их целых две штуки. Но для того, чтобы расплавить ее и сделать слиток, нужно бревно. Дерево, короче, нужно. Чтобы запустить горн. Чего интересного здесь еще есть? Значит, у нас тут есть бонус за сытость, бонус за отдых, здоровье, выносливость, опыт уровней. Можно одеваться, переодеваться, одежку шить для себя. Письма эти рассказывал, карту показывал. Есть календарик. То есть, каждый день идет, идет, идет. И вот, допустим, в воскресенье у нас какое-то событие интересное. Это у нас какой месяц? Я без понятия вообще. Какой-то месяц. Короче, в каком-то месяце вот такие вот у нас события есть. Что за события, непонятно. Не могу прочитать, нужно дожить до этих дней. Дальше, дневник. О, я дневник веду. Смотри, год первый, месяц первый, день второй. Сегодня мне... А, подожди, а вот есть еще вот. Нет, это второй день. А где первый-то день? Почему все со второго-то дня начинается, я не понял. Сегодня мне повстречался механик. Он может починить что угодно. Сегодня была посажена первая грядка. Может, удастся обустроить перму. И, конечно же, репутация. Вот отношения. Тони. Я даже не видел, как зовут этого механика. Его Тони зовут. У нас с ним отношений вообще никаких нет. 0% репутация. Я все загадил. И мне нужно с ним сдружиться. Также есть бабосики. В день сколько я получаю? Чего? Какие расходы? В месяц и в год. Короче, будем калашмарить здесь бизнес. Что там по дереву? Еще делается. Пойдем, короче, домой. Наведем там порядок. Вот это вот все барахло надо отсюда вынести, убрать. Так, значит. Понятно. Берем топор. Топор всему голова. И вырубаем то, что мне здесь не нравится. Даже телик сейчас походу вырубим. Убрали. Отлично. Чего? А то я в мусоре спал сегодня. Я не хочу в следующий день тоже спать в мусоре. В пылище это. Да, я походу сейчас буду вырубать телик. Да, а что? Все равно у него экран пробит. О, я телик вместе со столом вырубил. Короче, я ради эксперимента достал лопату и думаю, дай-ка я покопаю. И прикинь, что-то копается и очень удачно копается. Лопата откопал стол. Причем быстрее, чем топором. А пол можно вообще? Нет, пол нельзя. Так, ну что я тебе хочу сказать. Я здесь убрался. Уборочка прошла успешно. Пойдем посмотрим, что там. Сто процентов деревяшечки у нас есть. Отлично. Теперь нужно веревочку сделать. Из чего у нас веревка-то делается? Веревка у нас делается из растительных волокон. Нам нужно... Ну, давай пять штук сделаем. Пойдем Тони Старку отдадим. Все наши принадлежки... Блин, реально его... Он как бы механик и его зовут Тони. Ну, как по-другому его назвать? Как не Тони Старк? Идите-ка латите, а? Чего я, кстати, бегу с ликой к нему? Давай с яблочком подбежим. Надо же сдружиться наше. Хорошие отношения налаживай. Здорово, ленивая жопа. Ну, как есть материал? Да, вот они, держи. Прекрасно, спасибо. Теперь работа пойдет быстрее. Ты пока дома поспи, а к утру все будет готово. Ну, спасибо, дружу. Плюс у вас репутация с Тони. Тони Старк сделаешь мне железный костюм, а? Блин, у тебя такой нос. Не нос, а шнобель прям. Как морковка торчащая. У нас время час дня. Почти два дня. Обед. Надо пожрать. Давай пожрем. Вот. Давай хавай. Можно побродить по острову. Посмотрите, что здесь еще есть. Давай карту посмотрим. Я совсем забыл, что эта карта старая. Ну, в обучении мне написали, что это карта старая. Здесь не все отмечено. То есть получается, что на этом острове мне нужно все открывать самому. Пойдем пошаримся. Что-нибудь может найдем. На карте просто это остров и все. Тут больше ничего как бы нет интересного. Но по факту тут же по-любому что-то да есть. Вот это вот озеро с рыбками. Ух, какие там рыбусечки, а? Красотучки. Я плавать не умею? Не, я плавать не умею. Фу, я грязнуля. Я буду вечно грязным бегать. Снова лягухи цветные. Надо обходить их стороной. Так, так, так. Что у нас здесь? Какой-то вот есть подъем. Кто-то сделал лесенки. Ох ты! Пещера. Какая она необычная. Интересная пещера. Древняя пещера. Открытая новая область. А мне точно сюда. Где там фонарик мой? Ух. Ух, страшненько. Ух. Что произошло? Глюки. Подписания какие-то. Новая запись в дневнике. Что я там написюкал? Давай посмотрим, что я там в дневнике написал. Это я читал. Это я читал. Год первый, месяц первый, день второй. Я впервые в пещере. Ё-моё, да ты это. Это твой дебют пещерный. Нормальненько, чё. Смурф в пещере. Тут как бы ничего интересного-то нет. Ну, кроме как куча камней. Их, видимо, можно добывать. Вот это вот надо продолбить, чтобы пройти дальше. Ну, давай продолбим, чё бы нет. Может, мне туда вообще не надо идти. Там сейчас выпущу каких-нибудь, знаешь, огромных волков. И они меня сожрут. Нападут на мой дом. Недостроенный, разрушенный. На мою мини-ферму. Навык улучшен. Горное дело. Так, я пробил дорогу. Мы идём дальше. Ой. Это кто? Я беру мачете. Ты кто такой? Одна звёздочка. Ой, какая милая мышка, которая грызёт меня, впивает свои клыки. Чё-то с неё выпало. Но я не могу подобрать. Потому что... Медная руда. Серебряная, железная руда. Это куча руды вообще набрал. Чё вытянуть-то? Ну давай верёвку выбросим. Верёвку выбрасываем. Это семя помидор... С летучей мыши выпало семя помидоры. Она чё, не кровью питается помидорами? Да, вот это история. Я думал, там, знаешь, шкурка какая-нибудь, мясо выпадет. Семя помидор. Грибы. Смотри, грибы какие крутые. Грибы, 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 грибы. Их можно собрать. Можно дальше в пещеру пройти. О, ещё мышка. Ну нет, мы туда пока не пойдём. Блин, жалко у меня инвентарь забит. О, это что такое-то? А, это верёвка, которую выгиб. Чё за гнездо здесь лежит? Верёвка-то купала. Ну всё, пойдём подрыхнем. Значит, у нас 5 утра. Если мы 10 часов... Нет, нам надо поспать 12 часов. И тогда мы проснёмся в 5 утра. Добренькое утречко. 5.35. Ой, как темно. Пойдём на верстак. Сходим, посмотрим. Может, на верстаке мы из брёвен сможем сделать дрова. Да, точно. Какая глупость. Из 6 брёвен я делаю 18 дров. Ну, пускай делается. И у меня тут, кстати, какое-то письмо есть в почтовом ящике. Давай откроем, посмотрим. Добрый день. Пишет нам какая-то Тала. Ты у нас недавно, поэтому я кое-что расскажу тебе о нашем городе. Надеюсь, тебе нравится у себя дома. Туда ставили какой-то мусор, срач после себя. Мне пришлось всё это разгребать. Каждый месяц у нас происходят какие-нибудь события. Кроме того, люди стареют. Ну, ты понимаешь. Помни о днях рождения наших жителей. И у тебя появится много друзей. Если захочешь поучаствовать в городских событиях, просто приди в центр города и взаимодействуй с большим знаком. До встречи. О, спасибо. Спасибо. Очень дельный совет. Так, попьём. Надо яблоко где-нибудь надыбать, чтобы похавать. Кстати, ох, как гроза там мощная. Вот тут вот яблоки у нас растут. Давай, собьём их. Е-е-е, яблочки. Вот и мой завтрак. Пожрём. Слушай, поломанный забор, я думаю, что нужно тоже как-то... Или его можно починить. Давай молоток возьмём. Вот я взял молоток и попробуем. Не-е-е, ну не чинится. Слушай. Может, дрова нужны были? Не, они чинятся. Ладно, давай тогда его сломаем. Он же ломается? Да, он ломается. Так, подожди. А если я возьму лопатку? Может, лопаткой быстрее? Ой, нет, я что-то выкопал. Тупая идея была. Ладно. Думаю, с лопаты прокатило. А здесь нет. Всё, забор убрали. Здесь вот ещё вот этот забор надо тоже расколошмарить. И что-то там ещё оторвал. Всё отлично. Бежим скорее в горн. И закидываем сюда железный слиток. Максимум могу сделать три. Ну, пусть сделается три. Вот здесь вот сейчас поскидываю всю руду, которая у нас тут есть. Как бы она мне не нужна с собой. И можно драпать в город. Let's go. Наконец, посмотрим Чикалопа. Знакомимся с новыми персонажами. Может, там Чёрную вдову увижу. Либо Капитан Америку. Кто там ещё у нас был? Фьюжн? Ой, какой Фьюжн? Или да, Фьюжн. Или блин, ну забыл. У которого там была камень-то жёлтый светился в болбу. Мост. Открытая новая область. Я думал, я сейчас бегу, бегу. Камера так, знаешь, отодвинулась назад. Чтобы показать, как я сейчас вместе с этим мостом обрушусь вниз в воду. И потом я скажу, Тони, ты что наделал? А Тони такой, я здесь ни при чём.